Снисхождение суда за свой юный возраст заслужили две уроженки Усинска, Анастасия Григоренко и Дарья Кравченко. Их признали виновными в незаконном обороте наркотиков. Осенью 2018 года 19-летние девушки, знакомые с детства, договорились организовать подпольный бизнес по сбыту гашиша в городе Нефтяников. По их замыслу, Анастасия, которая незадолго до этого уехала жить в Санкт-Петербург, покупает товар у знакомого наркодилера. Пересылает его Дарье, которая должна была его сбыть с помощью закладок. Плитку так называемого пластилина весом 220 граммов с характерным оттиском производителя сообщница спрятала внутрь аудиоколонки. Аппаратуру отправила транспортной компанией. О нелегальном транзите запрещенного вещества узнали сотрудники УФСБ по КОМИ. С помощью курьерской службы направила это оборудование своей сообщнице. Грузовое отправление в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий было осмотрено сотрудниками правоохранительных органов в Сыктывкаре. Изъятый оттуда наркотик был заменен на муляж. Посылка была отправлена дальше в город Усинск. Там ничего не подозревавшего сообщница пришла получать посылку, где и была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Григоренко сразу признала вину. А вот ее подельница сначала пыталась утверждать, что дурман покупала исключительно для употребления, а не сбыта. Изъятые у нее электронные весы пояснило желанием проверить вес получаемого товара. Показания против нее дала другая ее знакомая, которая договаривалась с ней о приобретении 5 граммов растительного зелия для своего мужа. На суде Кравченко повинилась, что точный прибор все же нужен был для расфасовки и последующей продажи гашиша. Усинский суд признал обеих виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Анастасии Григоренко дали 4 года колонии общего режима, Дарьи Кравченко на 3 месяца больше. Поскольку наказание было наполовину меньше минимального срока, обжаловать они его не стали.